Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, греша. Номер 36. 1 Коринфянам 7 глава 35 стих. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Толкование блаженного Феофилакта. Я беседовал, говорит, о девстве, зная, что это состояние полезно для вас, так как оно свободно от печали и забот и доставляет душе больше выгод. Не для того беседовал об этом, чтобы принудить вас против вашей воли оставаться в девстве, ибо узами назвал принуждение. Для того, говорит, чтобы вы жили благоприлично и в чистоте, ибо что может быть благоприличнее и чище девства? И для того еще, чтобы вы, будучи свободны от неприятностей брака, без развлечения служили Господу и предстояли Ему всегда, возложив на Него все свои заботы. 1 Петра 5 глава 7 стих. Далее. 1 Коринфянам 7 глава 36 стих. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть таковые выходят замуж. Толкование. Если кто, говорит, будучи действительно немощен по душе, почитает бесчестным оставить девой свою дочь, особенно если она перешла в зрелый возраст, то пусть, говорит, и так будет. Как же? Пусть делает, как хочет, то есть, если хочет отдать ее замуж, пусть отдает, ибо не согрешит. Однако лучше блюсти деву, как говорит далее. Ну, главное, как непонятно, говорит так, как будто ее вообще нету здесь девуху. Отец решает, выдать, не выдать, замуж. А разве это не узы? Он ее не выдал замуж, а у нее таланта на это нету. Если бы сказал, она хочет, выходит, не хочет, не выходит. Но речь совсем не так идет. 1 Коринфянам 7 глава 37-38 стихи. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, и не будучи стесняемую нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Свою деву, то есть, девушку, решил дочь выросшую замуж не отдавать, а она уже пришла в зрелый возраст. А как же ее свобода? То есть, вот этот вопрос, то ли обауру трещит, такое ли действительно так, без воли отца никуда. Раньше так и было. Ее никто не спрашивал. Выдал замуж, значит, выдал. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Попробуй сейчас, хоть один отец замуж ее не будет выдавать. А тут по бревнушку разнесут ее и дом этот, и его. Толкование. Заметь, как сначала удивляется тому, кто соблюдает свою девицу. Называйте его твердым и стойким, и делающим свое дело с рассуждением. Ибо, говорит, непоколевимо тверд в сердце. Значит, кто выдает свою девицу замуж, тот не тверд. Словами, не будучи стесняем нуждою, показывает то, что отец имеет власть дать дочери своей мужа. И никто не может принудить его не отдавать ее замуж. Итак, честь ему, если оставляет дочь свою незамужнюю, потому и выхваляет его апостол, ибо хорошо, говорит, поступает. Именно воля отца. Ее воля вообще не спрашивается. Она как будто вещь какая-то. Ну и тот, кто выдает свою дочь замуж, так же хорошо поступает. Ибо выдавать замуж не грех, а все, что не грех, добро. Но гораздо лучше не выдавать замуж, ибо это совершенство в добром. 1 Коринфянам 7 глава 39-40 стихи. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Вот первое, вот это вот. Отец не желает выдать замуж. Хоть один экземпляр есть в мире, в мировой практике. Два миллиарда христиан. Но один случай хотя бы есть сейчас где-то. Чтобы отец решил, не выдаю замуж, я ее не выдам замуж. Красивая девушка, все, полюбила с парнем еще. А я не желаю, чтобы она замуж хотела. Да тебе-то старый христиан, какая разница. Свою отжил теперь, разжил ее. Но именно речь-то идет о его воле. И толкование именно в этом направлении идет. Но если согласия нет, а может быть он просто разобиделся. А может ему выгода держать ее раз дома, работница своя, что я буду отдавать-то. Но такого закона, ну, если в этом взять южные народы, то тут буквально это, буквально у них исполняется. Сватаются, отец назначает колым. Две лошади там, три мешка муки. Все. Тогда отдает, она уехала, больше домой она не будет ездить. И даже она в соседнем у Луси где-то живет. И она уже назад никогда не придет. Никогда. И я думаю, за 1300 лет ни одного случая не было, чтобы она к мамке, к тядьке захотела и вернулась домой, бы мужа бросила и поехала бы. Или ушла бы. Даже невообразимо это. А как так? Он купил ее, а сейчас даром получил ее. Что спрашивать? Ну, хоть что-то заплатить, а я не нуждаюсь. То есть у нас неправильно все делается. Ну, а на блажение, если останется так, по моему совету. А думаю, и я имею Духа Божия. То есть речь о чем идет? О замужней, которая лишилась мужа, и что не будет выходить замуж, ну, тут понятно, она вольна, никто. А там отец распоряжается. Я с самого начала этого думал. И почему? Нереально, на практике нигде нет. Но обратись сейчас к епископу, никто не одобрит. Но поэт писал по своему времени. Никто это время не отменял. Так оно и есть. Конечно, речь идет об верующем отце, благоразумно все. Согласил он дочери это делает. Только так понятно. Толкование. Здесь учат о втором браке. И хотя позволяет его, однако блаженнейшую почитает ту, которая не вступает во второй брак. Ибо как девство выше первого брака, так первый брак выше второго. Вот видите, тут уж никак нельзя. Можно выдавать. Но церковь тогда все-таки свою власть показала. Священник не имеет права быть дома, когда идет свадебный пир, потому что второбращие нельзя. И только сегодня повенчали, и сразу же, тут же под венцом, отлучают обоих на два года. Спрашивается, за что? Не надо возмущения какие-то, но это закон. И он знал, на что идет. То есть церковь не одобряет. А уже даже третий брак даже есть. На пять лет отлучает сразу. Но помещает. Четвертый уже не посягает. Это рассверепевшее. Жена связана с законом, то есть предостережением закона, удерживается от прелюбодеяния, от того, чтобы через соединение с другим при жизни мужа быть прелюбодейкой. Но если умрет муж, она становится свободной от уз и закона первого брака и получает разрешение. Только в Господе, то есть только с целомудрием, с честностью, может она вступать во второй брак для произведения и воспитания детей, а не по влечению похоти. О, еще тут разбирается. Да, конечно, по влечению похоти. Думает она о детях. А как я сказала, что они месячные прекратились сначала. Критические дни. Это трагические дни. Ребенок что делает? На аборт, не на аборт. То есть у нас и здесь все неправильно. Мусульманка нас точно знает. Пять сыновей Аллаху подарить. У нее все на месте. У нее внутренний настрой на это. Здесь наоборот. Только бы не забеременеть. И как? И учат там презервативы на морковку натягивать в школе. Еще только не учат. По моему совету прибавляет, чтобы ты не почитал это необходимостью, а только советом. Советом божественным. Думаю, говорит, и я имею Духа Божия. В этих словах больше смиренно мудрее, ибо не сказал именно, но думаю, что имею. То есть полагаю, догадываюсь. Первая Коринфянам, восьмая глава, первый стих. О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание. Но знание надмивает, а любовь назидает. Толкование. Некоторые из Коринфян были совершенны, и зная, что входящие в устам не оскверняют человека. Евангелие от Матфея, 15 глава, 11 стих. И что идолы суть деревья и камни, и не могут вредить, безразлично входили в капище, и ели идола жертвенное. Другие же, менее совершенные, видя таковых, и сами входили в капище, и приносили жертвы идолам, но не с такой же мыслью, какой первая. А думая, что идолы достойны почтения и способны принимать жертвы. Это подвигло Павла к ревности, потому что это вредило тем и другим. Совершенным тем, что они услаждались бесовскими яствами, а несовершенным тем, что они склонялись к идолослужению. Итак, апостол спешит исправить это зло, и под своему обычаю, оставив несовершенных, обращает речь свою к совершенным. И, во-первых, усмиряет гордость знанием, и говорит, не вы одни имеете это знание, но все мы знаем, что идол есть ничто в мире. Однако это знание не только не приносит никакой пользы, но еще и вредит, воздымая и надмивая имеющего оноя, и через то отделяя его от ближнего, если вместе с ним знанием не будет и любви, которая напротив может созидать. Ибо что знание без любви разрушает, то любовь восстанавливает и созидает, все делая в пользу ближнего. Первая Коринфянам, восьмая глава, второй стих. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Толкование. Здесь говорит больше, именно, что если знание будет и с любовью соединено, то и тогда оно несовершенно. Ибо никто, будь то Петр или Павел, не знает ничего так, как должно знать. Что же надмиваетесь вы, имеющие знание без любви? Ибо если бы вы имели знание и вместе любовь, то и тогда еще ничего не знали бы в совершенстве. Первая Коринфянам, восьмая глава, третий стих. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Толкование. Слова эти имеют такой смысл. Кто любит ближнего, тот, без сомнения, любит и Бога. А кто любит Бога, тот, не сказал, познал Бога, но имеет знание от Бога, то и стал знаемым Богу и своим. Став же знаемым Богу, он получает знание от Него, но и это знание несовершенное. Посему, если ты и будешь иметь знание, не превозносись, ибо оно несовершенное, и не есть твое достоинство, но дарование от Бога. Смотри, сколькими мерами украшает их кичливость. Первая Коринфянам, восьмая глава, четвертый стих. Итак, об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем, что идол в мире есть ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Толкование. Опять обобщает знания, укращая их. Все, говорит, мы знаем, что идол – ничто в мире. Итак, неужели нет идолов? Уже ли? Уже ли нет идолов? Уже ли нет извояний? Есть, но они ничто, то есть не имеют никакой силы. Они не боги, не камни. Но! Но камни и бесы. Итак, как между эллинами были простецы и мудрецы, и простецы не видели в идолах ничего более камней, а мудрецы думали, что в них обитают божественные силы, которые они и называли богами, то простецам сказал, что идол – ничто в мире, а мудрецам сказал, что нет иного Бога, кроме единого. А посему не живут в идолах и силы божественные, потому что Бог един, а не много богов. Первая Коринфянам, восьмая глава, пятый, шестой стих. «Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов, и господ много, но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им». Толкование. «Поскольку сказал, что нет иного Бога, между тем, как эллины, говорили, что богов много, то дабы не почли его явно противоречащим, говорит, хотя и есть так называемые боги, то есть которых называют так, но которые поистине не суть боги, или на небе, как тот солнце, и луна, и прочие звезды, которые были боготворимы эллинами, или на земле, как то некоторые из людей, признанных имя за богов. «Но у нас один Бог-Отец, из которого все, этим указывает на то, что Он творец, и мы для Него, этим указывает на веру в Него и на усердие Ему». Как бы так сказал, и мы обратились к Нему, и привязались к Нему, все приведено в бытие через Сына, и мы также через Него переведены в бытие и благополучие, то есть сделались верующими и перешли от заблуждения к истине. Слыша слова «Один Бог-Отец» и «Один Господь Иисус Христос», не подумай, что имя Бога присвоено включительно Отцу, а имя Господа Сыну, ибо безразлично, и Сын называется Богом. Например, в словах «От них Христос по плоти, и сущий над всеми Бог», Римлянам 9 глава 5 стих. «Равный и Отец называются Господом», например, в словах «Сказал Господь Господу моему», Псалом 109 стих 1. Но поскольку у апостола речь с целянами, чтящими многих богов и многих господ, то он ни сына не назвал Богом, чтобы они, привыкшие к многобожию, не подумали о двух богах, ни отца не назвал Господом, дабы не подумали, что и у нас много господ. «По этой же причине, то есть щадя немощь слушателей, не упомянул здесь и о духе, подобно как пророки ясно не упоминали о Сыне, но не по немощи иудеев, дабы они не подумали о рождении страстном. Поэтому постоянно прибавляет «один», говорит «нет Бога, кроме единого, и один Бог, и один Господь». Итак, отца назвал единым Богом для отличия от лжеименных богов, а не от сына. Равно и сына назвал единым Господом для отличия от лжеименных господ, а не от отца. 1 Коринфянам 8 глава 7 стих. «Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью, признающие идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские. И совесть их, будучи немощно, оскверняется». Толкование. «Не все, говорит, знают, что Бог един, а не много богов, или идолы, что идолы суть ничто». Сказал неопределенно некоторые, желая обнаружить их пред всеми. «Ибо много было таких, которые перешли от идолослужения к вере, но которые даже досели, то есть и после того, как уверовали, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, с совестью признающие идолов, то есть имея бы дало такое же мнение, какое имели до обращения, почитая их за нечто и боясь их, как могущих нанести вред. Посему не сказал, что идолы оскверняют. Но что совесть их, ядущих, оскверняется, так как она слаба и не может понять, что идолы ничто, ибо они сами по себе не могут осквернять никого. Итак, пойми, что ядущие идоложертвенное испытывают подобное тому, как если бы кто-нибудь по обычаю иудейскому почитал прикосновение к мертвецу осквернением. Но видя, что другие прикасаются к нему с чистой совестью, из стыда перед ними прикоснулся бы и сам, он не осквернился бы, но осквернился бы в совести, будучи осуждаем ею. 1 Коринфянам 8 глава, 8 стих. Пища не приближает нас к Богу, ибо если мы, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Вот эта пища к Богу не приближает, и все добавляет, и не отдаляет. И православные, и сектанты, все одинаково добавляют эту. Пища отдаляет от Бога, отдаляет. В раю выпал человек. И через пищу подошел сатана, камни сделаны хлебами. И не продать, не купить. Во времена Антихриста 3,5 года будет. Нет, не отдаляет. И вот еще, знаете, где написано? 1 Коринфянам 8. Смотрит, нет. А у тебя, Ваня, как там? А как же наши братья проповедовали? То есть, пока не ткнешь, не знают. Но друг от друга воруют, как лжепророки. Толкование. Да бы не сказал кто-нибудь, я ем с чистой совестью, и что мне за дело, если кто по своей немощи соблазняется? А объясняет, что и самое едение идола жертвенного, хотя бы с решительным презрением к идолам, не имеет никакого значения. Ибо хотя бы брат твой и не соблазнился, то и в таком случае ты не сделал бы ничего похвального и богоугодного, потому что пища не приближает нас к Богу. То есть, не в случае едения мы не имеем никакого превосходства пред другими и не совершаем дело, особенно угодного Богу. Не в случае ни едения не терпим потери и унижения. 1 Коринфянам 8 глава 9 стих. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных толкования. Этим устрашает их. И не сказал, это знание ваше, но это свобода, то есть самовольство и гордость, да не послужат соблазном для слабых. Более виновными делает их то, что они не щадят слабых, которым должно было бы помогать. 1 Коринфянам 8 глава 10 стих. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? Толкование. То есть, если кто-нибудь слабый увидит тебя, как ты называешь себя совершенного, едящим идоложертвенное, то не найдет ли он большего повода к тому, чтобы и самому есть идоложертвенное? И не более ли еще утвердиться? Это значит расположить в мнении, что идол есть ничто. Ибо не зная твоей мысли, с какой ты это делаешь, он без сомнения почтет твой поступок увещанием. 1 Коринфянам 8 глава 11 стих. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. Толкование. Таким образом, совершенство твое будет причиной погибели другого, и притом слабого, и такого, за которого Христос умер. Если же Христос не отказался и умереть за него, как же тебе не воздержаться от яств, чтобы он не соблазнился твоей пищей, говорит Златоуст. 1 Коринфянам 8 глава 12 стих. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. Толкование. Не сказал, соблазняя, но уязвляя, дабы показать жестокость их, когда они уязвляют и слабую совесть. На самый же верх преступления возвел этот грех, когда сказал, согрешайте против Христа. В таком же смысле этот грех совершается против Христа. Не в одном, а именно, Христос усвояет делаемое рабам Его себе. Уязвляемые суть Его тела и члены, они разрушают то, что Он совершил через собственное заклание, то есть спасение. 1 Коринфянам 8 глава 13 стих. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Толкование. Как отличный учитель, собственным примером доказывает то, о чем говорит, и не сказал, если соблазняет справедливо, ну как бы то ни было. Не сказал также, не буду есть идола жертвенного, но вообще мясо, хотя бы оно было дозволено. Не сказал опять, в один или два дня, но во всю жизнь свою, ибо это значит вовек. Не сказал наконец, чтобы не погубить, но только чтобы не соблазнять. Слава Иисусу Христу! 1 Коринфянам 9 глава 1 стих. Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Это сколкование. Сказав, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо, дабы кто не почел его тщеславным и самохвальным, вынужден наконец объявить, что воздерживался и от дозволенного, чтобы не соблазнить кого-нибудь. Тогда как Христос заповедал проповеднику Евангелия питаться от Евангелия, Евангелие от Луки 10 глава 7 стих. То есть за счет поучаемых, я, говорит, лучше решился истоевать от голода и ничего не брать от вас, работать своими руками и питаться своими трудами. Ибо, кажется, были у них некоторые учители богатые, пользовавшиеся честью за то, что учили безвозмездно и тем старались пристыдить Павла. Уразумево это, он, как я сказал, не хотел кормиться за счет своих учеников, хотя и имел на это право. Так, говорит, я веду себя, а вы не воздерживайтесь и от идола жертвенного. Такова вообще мысль этого места, который он раскрывает в нескольких стихах. Впрочем, рассмотрим и порознь каждое изречения. Не апостол ли я, чтобы кто-нибудь не сказал, тебе нельзя брать, потому ты и не берешь, говорит, как, разве прочие апостолы не берут? Да, скажешь, что же, разве я не апостол? То есть такой же, как они. Не свободен ли я? То есть никто не возбраняет мне брать, чтобы не сказали опять, прочие апостолы важнее тебя, потому что видели Господа. Говорит, не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего. Ибо после всех явился мне, как некому извергу. 1 Коринфянам 15 глава 8 стих. А быть самовицами Христа было действительно великим преимуществом, ибо Сам Он говорил, блажены ваши очи, потому что вы видите то, чего не видели пророки и цари. В сравнении Лука 10 глава 23-24 стихи. Если ты и свободен, если ты и апостол, но не совершил никакого дела апостольского, что из этого? Ибо и Иуда был апостол, и видел Господа. Поэтому говорит, вы мое дело, значит, я исполнил служение апостола. Но сказав важное, прибавил в Господе, то есть исполнил силой не своей, но Господней. 1 Коринфянам 9 глава 2 стих. Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Полкование. Не говорю, что я учитель всей вселенной, но вам разве я не учитель? Почему же я не брал ничего от вас, с которых взять имел особое право? Через такую уступку еще более подтверждает речь свою. Ибо печать моего апостольства вы в Господе, то есть доказательство. Если кто желает убедиться, точно ли я апостол, я укажу на вас. Вы составляете печать и подтверждение моего апостольства, ибо я служил между вами, ибо я совершил между вами все, что должен сделать апостол. 1 Коринфянам, 9 глава, 3 стих. Вот мое защищение против осуждающих меня. Желающим знать то, откуда видно, что я апостол, я предложу в свою защиту вас. И доказав, что вы всему научены мной, я поражу осуждающих меня. Комментарий Игнатия Лапкина. На суде Божьем спасенные через евангельскую проповедь будут живыми свидетелями того, кому за них предлежит похвала, за их спасение. И тот, через кого они обратились ко Христу, может смело сказать, вы всему научены мной. 1 Коринфянам, 9 глава, 4 стих. 1 Коринфянам, 9 глава, 5 стих. Или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни, и кифа. Толкование. За апостолами следовали богатые женщины, которые доставляли им необходимое и всю заботу об этом принимали на себя, чтобы они занимались только проповедью. Примечай, что Верховного он поставил после, как важнейшего, выражая такую мысль. Что мне говорить о прочих? Сам Петр так делает. Братьями же Господними называют Иакова, епископа Иерусалимского, Иосию, Симона и Иуду. Евангелие от Матфея, 13 глава, 55 стих. Которые назывались братьями Господа, потому что Иосиф обручен был с Богородицей. Комментарий Игнатия Лавкина. Сегодня ни один архиерей, ни один священник не может сказать, что они занимаются только проповедью. Даже при всем желании, под страшными угрозами, исходящими от Слова Божия, не заниматься ничем иным, выполнить эти слова никому не удастся. Его сразу же объявят еретиком. Если человек надел рясу, ризу, то он должен проворачивать непрерывное крещение мертвецов, отпевание мертвецов, венчание мертвецов. Есть некоторые, имеющие страх Божий, и они хвалятся, что у них служба не сокращается. Они вычитывают все, что у них старинные иконы, что у них... Но кто скажет, что у них только проповедь? И они занимаются только проповедью. Это от моих комментариев-то. Почему так здорово трогают-то людей-то? Ничего особенного тут не сказано. Только проповеди. Сейчас поставили бы задачу, ну давайте выполним хотя бы в одном храме, в одном, а их тысячи храмов, не выполнить. Ему обязательно надо что-то делать другое, чем угодно занять, только не тем, что Павел делал. Павла-то сейчас приняли бы в штат свой, в патриархии-то, и он бы стоял и начал проповедовать, говорит, послушай, там люди пришли, надо отпевать, выходи, там мертвеца встречать надо. Принесли крестить кто? Цыгане пришли, табором пришли, не верят ни во что. А что? Отчитывать надо. Там закляло, у нее молоко высохло, нет, они горгатятся и от храма. Павел, это какая-то религия, то он единственный вопрос поставил, а что ты, какой веры эти люди-то? То есть мы настолько далеко ушли, что даже и не понимаем этого, вообще на этом. Вот он.